Ну что ж, отправляюсь я дальше пригласить бывшего мастера ликероводочного завода именно в такое же приключение в театралы. Но я думаю, что я сейчас пойду именно по пути, по тому самому пути, по которому я хотел пройти. Я имею ввиду именно там, где я ходил все последнее время. Но я имею ввиду там, где есть всякие вещи, которые в принципе не нужны, всякий хлам, можно сказать. Так, чуть не попал. Опять же. Пойду, думаю, подтуда. Я думаю, вам будет не очень интересно наблюдать все эти опять места, где я уже тысячу раз был. Так, ну-ка. Блин, я неудачно сейчас встал. Вообще неудачно. Кабана завалить надо. За однажды. Ээээ. Удерживайте шиф для больше... Нифига себе, прикольно сделали. Прикинь. Удерживайте шиф для более точной стрельбы. Убил, нет? Еле убил. Да, из-за травы опять же не видно. Прикольно придумали, а? Вы смотрите, разработчики продолжают что-то делать в лучшую сторону в игре. Но пока, конечно, я не вижу, что очень значительные какие-то перемены происходят. Но маленькие есть, да? Удерживайте шиф для более точной стрельбы. Прикольно. Название. Ладно, будем смотреть, что нового еще можно будет найти здесь. А полезу, между прочим, тут прикольно гулять. Так. О, грибочки есть. Да, звуки такие природы, самые натуральные. Прикольно. Я еще забыл то, что мне к мастеру ликеро-водочного завода надо, чтобы... Короче, Федор Пророк просил передать насчет его возвращения в зону, вот этого мастера ликеро-водочного завода. Блин, это что, смола? Охренительно. Показалось. Показалось, да, что это смола. Да, вот по этим лесам бегать, это просто одно удовольствие, на самом деле. Реалистичные звуки, прям как дома, прям как на родину попал. Ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Офигительно. Подорожник-трава. А, нет, это ягоды-черники. Ладно, пособираем, может, какой-нибудь еще хлама найдем тут. К кабанчикам я не пойду специально. Тем не менее, я буду тут наблюдать. Ух ты, тут грибы сейчас. Ну, в лесу, в принципе, по идее, это хлама не должно быть. Тут в основном, как раз в лесу и должен быть больше грибочков. Да, смотри, тут полно их всяких. И земляничка тут есть. Круто. Я до сих пор не унес землянику на новую землю. А, не на новую землю даже. Так, что у нас тут? Прикольно так. Задохнулся так. Прикольно. Офигительно сделали. Да. Действительно, отдача есть большая. Очень большая на автомате отдача. То есть, когда стреляешь, автомат немножко подбрасывает. И только после того, как сделаешь задержку дыхания, по всей вероятности, отбрасывать не будет. Ну, прикольно, прикольно, прикольно. Улучшает игру. Надеюсь, все-таки игра будет еще круче, еще интереснее. И они придумают еще что-нибудь новенькое, еще что-нибудь интересненькое. В эту игру добавят и обновят. Но вот есть, конечно же, недостатки общего характера, присущие вот именно всем играм современности. срубить побольше бабла. Хотя, с одной стороны, может быть, это правильно. Они делают, да, для себя как-то. Все равно надо как-то жить. Они же делают не так просто. Советские времена ушли давно в прошлое. Те времена, которые говорили о том, что бесплатно надо все делать. Ох, кабанчик там. Так, что я здесь спущусь? Нормально будет? Или идти дальше? Так, а там по верху, наверное, прохода-то нету, да? Ладно, давай пойдем по низу. Лишь бы на кабунов не нарваться. Ну ладно, сейчас встретимся уже ближе к к ведро-водочному заводу, ну, мать сми. Я сначала, наверное, попытаюсь прорваться по внутреннему периметру, там, где собак много. Если ничего не получится, я пойду внешне, ну, в обход посмотрю, попробую изменить эту ситуацию таким образом, чтобы пройти до мастера с другой стороны. Так, Радик, ты ничего нового не придумал? Мне некогда. Ну ладно. Так, внизу... Мне еще несколько... Надо убить нескольких... Как они называются? Бесов, которые тут находятся. Я сейчас точно не помню, сколько их там мне нужно завалить. Так, ладно, давайте вот это убираем, чтобы поменьше тормозила игра. Здесь склада так и не придумали. Жаль, конечно же. Так. Покажи мне свои товары. Я хочу взять все-таки... Так, у него дорого, да? 4 тысячи, нет, все нормально. По цене, в принципе, хорошая цена. Я возьму патрончиков, чтобы не было никаких проблем в следующий раз. Так, хмырь, хмырь, хмыть. Ладно, хмыть, ты мне тоже не нужен. Да, прикольно все-таки. Выглядит здесь. И, по-моему, тоже потихонечку, помаленечку они изменят вентилятор. Так, а стоит. Изменяет видимость здесь, в игре, даже вот тут в подвале ликера водочного завода, где есть местный... Думал, блин. Желтая, зеленая херня лежит, как эти... Как лешие домовые. Так, ты не работаешь до сих пор? Да, он все еще не работает. Броня все так же, да? Модифицирует, ладно. Ничего нового нету. В принципе, ладно, посмотрим. Может быть, какие-то квесты появились новые у бармена? Какие проблемы? По лицу вижу. Как ты думаешь, эта же зона здесь всегда что-то не так? Вот, к примеру, шастают тут эдакие страшилища беса. Вот я это взял, это задание. Оно у меня есть. И я его выполняю сейчас. Я сейчас... Здесь сохранение было? Да. Должно было быть, по крайней мере, наверное. Если сохранилось, то все хорошо. Если нет, то проблема будет. Сейчас нужно вот тут вот... По-любому тут есть бес. Я попробую его просто сейчас загасить здесь. Я не слышу его. Не, я не слышу его. Блин, он появится из-за угла. Это будет вообще охренительно хреново. Попробуем сейчас спрятаться сюда. Здесь обычно... Во, да-да-да-да. Обычно тут лежали чемоданчики. Правда, он пустой. Кто-то его взял, видимо. Да, где-то бес тут недалеко ходит, я вижу. Слышу, по крайней мере. Вот здесь уже чемоданчики были раньше всегда. Можно было найти, но сейчас, по-моему, нету тут никаких чемоданчиков сейчас. Не сезон. Так, ну как вам лучше пройти вот посюда? Смогу я здесь пройти, нет? Как вы думаете? Собаки, собаки. Собаки больше всего напрягает. Одна, насколько я помню, должна стоять где-то вот тут. А, нет, смотрите, там человек. Где она? Там человек только что прошел. Да, вот тут обычно собака есть. Человек только что прошел, так что мне сейчас будет проще. Всегда удобнее иногда, когда перед тобой кто-то прошел и расстрелял всех мутантов. Я думаю, когда я доберусь до своего главного склада, я возьму сайгу. Надоело уже ходить со всякой херней, как говорится. Потому что сайга будет самым лучшим оружием. Так, что-то нашел. Ничего нету тут. Сайга! Сайга было бы вообще классно. Так, что здесь одним махом, может быть, я два задания выполнил сразу, если сейчас повезет мне, да? И насчет... Блин, как-то красно тут больно, да? Красного много, я не знаю. Может быть, у нас тройка что-то, ну... Собака, елки! Какого хрена ты тут была? Как ты тут появилась? Не вовремя. Так, ладно, пошли. Пошли внутрь. Что у нас тут, что-нибудь изменилось? По-моему, нет. Так, а вот тут проход... Что интересного за проход? А, это просто проход, да? Ничего такого. Хорошо. Нет, просто я ищу сейчас... Я не каждый день захожу в игру сейчас. И я все время ищу что-то новое, какие-то обновления, что-то новенькое. Потому что я то ли позавчера, то ли чуть пораньше поставил какое-то обновление. Я не играл, но обновление поставил. И вот вы видите, нажимая Shift, вы можете лучше стрелять, оказывается. Прикольная штука. Так, а вот этот вот конвейер я не видывал тоже раньше. Не обращал внимания, может быть. Ладно, можно убрать оружие и спокойно себе идти к мастеру. Фух, мастер, я к тебе, привет. Я знаю, кто может тебе помочь. Да? Пророк в ДК говорит, что... Все... Говорит, что все умрем. А этот пророк ничего не употребляет. В зоне много соблазнов. Спирт, травки, грибки, железы мутантов. При всем уважении, друг, если ты пришел тратить мое время, зачем ты вывел меня из запоя? Я намерен заняться полезным делом, а не болтать с тобой о глупых пророчествах и прочей бабской ерунде. Мне вот еще краны тянить. Блин, я, наверное, провалил задание, да? Нет, я выполнил квест. И что, все, да? Кризис веры закончился. Это я. Так. Ты можешь мне кое-что починить? И дорого это будет стоить. Мне просто интересно. Вот АК. 1200. Блин, дороговато. 3000. Вороний лес. 9000. Охренеть. А если я все попытаюсь, у меня же денег не хватит мне на все. Вот у меня вот, охренеть, 11000 надо на Вороний лес, камуфляж. Так пофиг. Хрен с ним. На 100%, да? Теперь на 100%. Деньги, 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 делают деньги. В принципе, Вороний лес еще надо починить. Я думаю, что это будет тоже неплохо. Вот саму каску. Каску, каску. Остальное, в принципе, у меня нормально. Так, Глок. Нихера себе ремонт. Ха-ха, Глока. Ну, я скорее, наверное, сам лучше сделаю вот так. Касочку. Денег лишился охренительно много. Ну, ладно. Я тебе еще один вопрос есть. Тебя ждут в театре. Так, что это за театр такой? В честь чего? В честь Дня Победы. Немножко отстал, конечно. Ааа, с этого бы и начинал. Ну, раз такое дело, вспомню свою молодость, как в школе. На сцене. На сцене. На медведя играл. Только вот, как же в таком состоянии на сцену лезть? Я же всех перепугаю. Энергетик теперь взбодрит. Так. Энергетик для мастера. И сколько ему энергетиков надо для этого выполнения? Так. Подожди. Давай посмотрим. Заданец очень важный. Так. Энергетик для мастера. Два энергетика. Охренеть. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Энергетики я могу только купить, по большей части. Потому что я знаю, что я их делать не смогу. Потому что у меня нет ингредиентов. Охренеть. Блин. Что же делать-то, а? Придется где-то брать сейчас доску объявлений и там покупать. Но у меня денег может не хватить. Ладно. Будем продолжать. Вернемся сейчас в Любич. Я возьму Сайгу. Наконец. Уже себе в руки. Ну. Может быть зря. Я столько патронов набрал. Да? 650. Но тем не менее. Возьму Сайгу. И пойду по закоулочкам. Надо мне там встретиться еще кое-каким для театралов. Да? Вы помните? Нужно поговорить с Колей Теслой. А я думал там еще этот будет. Думал бывал еще нужно. Нет? Значит к Коле Теслой я в деревню Клюбич иду. Сейчас спрошу что ему надо. А потом пойду покупать энергетик. Возьму с собой что нам там электродетали да? 5 штук надо по моему режиму. Пойду еще выполнять систи квесты. Так что сегодня я думаю что мы еще сходим к Коле квесту напоследок. И на этом как бы продолжение будет следом. Чуть попозже. Блин вы видите какая херь происходит? Да? Меня укусил паук далеко уже. У меня с собой противоядия не было. Блин я еле-еле аптечками смог вылечиться ну подлечиться и дойти до точки сохранения. К счастью здесь есть аптекарь который помог который мне это самое противоядие тут продал. Эх все-таки стремно да? Очень сложно иногда бывает просто жуть. Ладно я преодолел этот путь сейчас идем дальше влюбить 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 и я хочу там сделать важное для себя дело именно коллить Тесла первым делом подойти а потом может быть вернуться уже и к рыжему на аэропорт и сюда к мастеру ЛВЗ вот так вот идем дальше ну вот я дошел до очередной контрольной точки может быть как убежит к опца новое задание нет ничего нового нету ладно короче красный крест старый клант тоже короче ничего не меняется да крысы остаются крысами постоянно наблюдаю вот общается в чате тут люди убивают друг друга вот направо и налево даже не то что в каком-то личном бою а именно стреляет в спину неприятно это жутко неприятно что люди такие слабые и ничтожные стреляя в спину это иначе никак не назовешь собаку целую кучу целую стаю загасили мне нужно добраться до сейчас до гурмана я иду именно в том направлении вот ничего такого супер особенного нету собачками такое сейчас обычная прогулочка но действительно лес офигительно выглядит столько листиков стало того как я добавил к себе именно такое текстурное начало не текстурное а начало того чтобы на высокого качества разрешения деревьев вот листика стало сразу больше деревьев на траве это конечно как как и есть так и есть просто я не замечал не обращал внимания что такой густой лес на самом деле оказывается за место того что было ну доколе тесла осталось буквально 5 минут если меня кто-нибудь там опять не кемпелит не поджидает возле гурмана не знаю почему блин можно было бы сделать так чтобы это все можно было избежать и почему же все-таки во всех вот этих онлайн играх такого типа перед сейф-зоной можно именно убивать людей которые подходят к этой сейф-зоне это вообще неправильно на мой взгляд я считаю ну конечно делают моды разные пытаются модами обезопасить людей иногда в некоторых играх я по крайней мере вспоминаю Days точно так же абсолютно точно так же такая же ситуация и вот здесь тоже ничего неужели ничего нельзя придумать к тому чтобы вот возле сейф-зону буквально рядом вот такого кемперского не существовало жалуйся там не жалуйся это понятно что это ничего никакого эффекта не принесет но неприятность это приносит огромное тем более когда ты идешь с дальних территорий не сохранялся давно и подходишь к тому же гурману даже что-нибудь несешь с собой потом тебя бац какой-то там черт лежит возле гурмана завалил тебя из тебя выпало все и все и все он пришел подобрал вообще не люблю таких типов чертей вот опять в сторону немножко отошел надо еще пройти посмотреть есть ли тут экраны пособирать давно артефактов не видел после того как установил себе именно траву большого большого количества травы сейчас наверное все-таки фпс будет немножко проседать потому что народу там опять же ух ты ты смотри ка изменили вау круто расширили территорию сейчас это выглядит блин прикольно увеличили территорию гурмана офигительно классно так смотрится так а с той стороны давайте еще с той стороны посмотрим понаблюдаем что там есть ух ты там забор убрали нет не убрали забор хотя бы дырку сделали специально прикольно чтобы можно было проходить эту дырку отверстия это нет нету тут никаких дырок жаль только что вот тоже вот этот а его убрали вообще колодец не действовал его вообще убрали похоже ладно идем к коллеттесла коллеттесла направляемся колл привет уважаемые есть возможно заработать тебя в театр ждут что им светотехник нужен нет это как-то не по мне я больше с радио нам нужен актер Вот это да, я актер Да с радости, без вопросов Вот и хорошо Ух ты, похоже, Коля вообще без вопросов согласился Вот смотрите Где они? Театралы Коля, Тесла вообще Вот как, блин, вот почему другие так не соглашаются Как Коля Тесла согласился Теперь мне нужно будет вернуться Опять в аэропорт И вернуться к мастеру ликероводочного завода Для того, чтобы можно было Зеленый костер Для того, чтобы можно было Закончить уже наконец это задание Сколько оно будет у нас продолжаться Не знаю, еще пару серий, наверное Я думал вообще за две серии все выйдет Но не получилось немного Так что до новых встреч, ребят Обязательно встретимся с вами Пока, пока, пока